В Голицыно живут чуть более тысячи человек. Это 150 дворов. В школе всего 126 учеников. Самое большое помещение – кабинет математики. В нем и прошла встреча главы с местными жителями. Мэр осмотрел незаконченный ремонт школьного спортзала и распорядился выделить средства на завершение работ. Отремонтируют здесь и дороги. Их внесли в план на следующий год. В 2018-м на обновление сочинских трасс будет выделен миллиард рублей. В следующем же году будут спроектированы подпорные стены на улице Буденовской и дорога на хутор Чкаловский. Но вот освещение вдоль дорог и заодно работа главы сельского округа заслужили критику мэра. По дороге три фонаря не горит тут. Хотя это не легкое дело было сделать здесь фонари, дорогу сделать. Но мы нашли возможности бюджета и нашли предпринимателей, которые сделали. И когда хозяин здесь есть, этот хозяин должен за этим следить. Уж лампочки вкручивать – это не надо главу города приглашать, правда? Одно из обращений – сделать остановку на повороте в Голицыно. Автобусы там по просьбам пассажиров останавливаются, а транснадзор водителей за это наказывает. Чтобы узаконить и установить там остановочный павильон, глава Сочи поручил подготовить обращение в управление федеральных дорог. Еще один вопрос – безопасность. Анатолий Пахомов заявил, садовые товарищества ждет проверка. Кто и на каких основаниях там живет. По примеру, гаражей на улице Альпийская, где были выявлены 12 нигде не зарегистрированных граждан. Мы 4 группы создали, там по 10 человек. Но это будет тотальная проверка вот этих всех гаражных кооперативов. Следующая – тотальная проверка дачи. И повторяю еще раз, если вы сами не понимаете, о чем я говорю, еще раз говорю, я беспокоюсь о нашей с вами безопасности. Это беспокоит больше всех нас. Среди уже решенных вопросов в Голицыно – водоснабжение. В этом году по просьбам жителей администрация выделила средства на покупку и установку насоса. Теперь перебоев с водой в селе нет.